Клаберы, завсегдатые ночных клубов, поделитесь советами с теми, кто только начинает приобщаться к клубной жизни. Ни в коем случае не доверяйте вашим мамам покупать для вас гель для волос или прочее дерьмо, которым нынешняя молодежь мажет свои волосы. Если она все же купит вам что-то, постарайтесь заблаговременно убедиться, что это не такой гель, который светится при ультрафиолетовом освещении. Иначе вы будете ходить по клубу, как какой-нибудь инопланетянин со светящейся головой, как я когда-то ходил в конце 90-х. Когда вы будете стоять в очереди у входа в клуб, общайтесь с как можно большим количеством людей, завязывайте разговор с незнакомыми вам девушками, шутите о том, как долго приходится стоять в очереди. Пусть все видят, что вы собираетесь хорошо провести время. Таким образом, когда вы окажетесь внутри и подойдете к понравившейся вам девушке, она не подумает, кто это, черт побери, такой? Он точно хочет залезть мне в трусы? Она скорее подумает, ой, это тот прикольный парень, с которым я познакомилась в очереди. Благодаря этому завязать разговор будет не так сложно и неловко. Ведь обычно внутри клуба каждый старается быть настороже, а снаружи, напротив, заговорить с кем-то намного легче, поскольку всем скучно и некоторые люди слегка нервничают. Никогда не подходите сзади к незнакомым девушкам и парням с целью познакомиться. Пусть они видят ваше лицо прежде, чем вы им представитесь. Нам с подругами обычно нравится, когда парни присоединяются к нам на танцполе, ведь мы ходим в клубы, чтобы расслабиться, потанцевать и познакомиться с кем-нибудь. Но когда совершенно незнакомый человек начинает прижиматься к тебе сзади, это очень неприятно. Понятно, что в клубе длинные задушевные разговоры невозможны, но если вы хотя бы просто улыбнетесь и представитесь, девушки будут настроены гораздо более дружелюбно, ведь это признак того, что вы воспитанный и учтивый человек. Кроме того, вы должны понимать, что вряд ли встретите в клубе кого-то, с кем у вас могут сложиться длительные отношения. Я не говорю, что это невозможно, но если вы ищете серьезных отношений, лучше идите в бар, где можно поболтать по душам. В клубах очень шумно, никто никого не слышит, так что отношения здесь можно завязать лишь кратковременно и по принципу «Ты вроде ничего, пойдем куда-нибудь в более укромное место». Это тоже неплохо, если вы идете в клуб именно ради этого. Но не стоит злиться на человека, который откажет вам по той причине, что не поймет или даже не расслышит вашу остроумную шутку. Как уже писали другие, независимо от вашего пола, будьте начеку. Всегда следите за тем, что именно бармен наливает в ваш стакан и не упускайте ваш напиток из виду. Уже писала эти советы в другой ветке, но повторюсь. Насчет денег, возьмите наличными сумму, которую собираетесь потратить. Дебетовые и кредитные карты с собой в клуб не берите. Допустим, вам нужно 40 долларов на бар, 10 долларов на вход и еще 15 долларов на такси. Этого должно хватить. Если вы наклюкаетесь, у вас не будет возможности воспользоваться банкоматом в клубе и потратите еще пару сотен долларов на что попало. Если вы собираетесь ехать домой на такси, но не хотите воевать за него с другими тусовщиками, постарайтесь уйти из клуба за несколько минут до его закрытия. Либо немного пройдитесь, пока не окажетесь там, где не будут стоять толпы людей, также пытающихся поймать такси. К тому же, если вы будете один, то больше вероятности, что таксисты остановятся, так как они не любят толпы нетрезвой молодежи. Наденьте максимально удобную обувь, но не сандалии. Это больше касается девушек. Не стоит надевать туфли на высоких каблуках, если вы не умеете ходить и танцевать в них. Серьезно, не стоит. Лучше наденьте обувь с плоской подошвой. Если хотите избавить себя от лишней боли и необходимости разуться и ходить босиком, вам это не понравится. Полы очень многих клубов быстро становятся липкими. Несколько моих подруг порвали свои сандалии, потому что они прилипли к полу. Если вы хотите, чтобы бармен быстро обслужил вас, наклонитесь над барной стойкой. Так он увидит, что вы хотите сделать заказ. Не забывайте оставлять им чаевые. Если вы будете часто ходить в один и тот же бар и всегда оставлять чаевые, бармен запомнит вас и будет стараться обслуживать раньше, чем других. Не стоит сильно заливаться перед походом в клуб. Если вы переступите допустимую черту, вас не пустят в клуб. Либо вас не станут обслуживать в баре и могут просто выставить вон. Вы же не хотите быть как те челы, которые фонтанируют возле клуба. Знайте меру. Если вы не хотите долго стоять в очереди перед входом в клуб, постарайтесь приехать туда пораньше. Поскольку именно зависит от местности, где вы проживаете. В моем городе рано значит в 11 вечера. Поищите веб-сайт или аккаунт в соцсети того клуба, в который вы собираетесь идти. Если найдете, то постарайтесь узнать, как можно стать VIP-гостем клуба. В некоторых заведениях достаточно подписаться на сайт или страницу в соцсети, и вас пустят бесплатно или без очереди, либо и то, и другое. Не идите на танцпол с бокалом или бутылкой в руках. Только идиоты думают, что могут одновременно пить и танцевать. Вы обязательно обольете себя или окружающих. Не стоит идти на танцпол, оставив где-либо свою выпивку, с надеждой позже вернуться и допить. Сами понимаете, почему. Мужчины, не угощайте незнакомых девушек, если считаете, что из-за этого они что-то вам обязаны. Девушки, не ведитесь на бесплатную выпивку, иначе не сможете отделаться от угостившего вас парня. Не так сложно просто сказать нет и уйти от него. Не стоит просто подходить к незнакомцам и начинать танцевать с ними. Это невежливо и странно, такое поведение никому не нравится. Если вы захотите потанцевать с кем-нибудь, сначала попросите его или ее разрешение. Будьте очень внимательны на любых лестницах внутри клуба. Будь это лестница, ведущая в уборную или в курилку, или в другой зал клуба. По непонятной причине, большинство потасовок завязывается именно на лестницах. По крайней мере, так обстоят дела в городе, где я живу. Честно говоря, в основном я хожу в клубы ради музыки, ради того, чтобы повеселиться с друзьями. Всех моих знакомых, которые идут в клуб, чтобы познакомиться с девушкой или парнем, всегда постигает разочарование. У меня есть девушка, поэтому я не ищу знакомств с противоположным полом. Иногда ко мне подходят симпатичные девушки и завязывают разговор со мной, но я заинтересован лишь в отдыхе и танцах. Если вам хорошо в клубе и это заметно окружающим, девушки будут сами стремиться познакомиться с вами, чтобы им стало так же хорошо, как и вам. Это касается и парней. Правда в том, что девушкам стоит быть осторожнее, потому что они могут наткнуться на плохих парней. Оставьте свои комплексы за дверью клуба. Вы должны понимать, что почти никого не знаете в этом заведении и каждый его посетитель слишком сфокусирован на себе, чтобы обращать внимание на то, как вы выглядите или как неуклюже танцуете. Вы то и дело будете касаться незнакомцев, будете располагаться максимально близко от них, поэтому забудьте о таком понятии, как личное пространство. Старайтесь быть на позитиве и хорошо провести время. Если кто-либо случайно обольет вас своим напитком, то вероятнее всего он извинится. Не стоит зацикливаться на этом, лучше продолжайте веселиться. Если вы будете все время думать, какие противные вокруг люди прижимаются ко мне, я их даже не знаю, не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я плохо танцую, все вокруг залиты и танцуют ужасно, то вы не сможете приятно провести время. Держитесь ваших друзей, внушите себе мысль, что никто на вас не смотрит, потому что это действительно так, и просто расслабьтесь. Я хожу в клубы, чтобы послушать музыку, воспроизводимую оборудованием, которого нет в других местах. Никогда не пойму тех, кто ходит в эти темные помещения с орущей музыкой и очень дорогими напитками с целью познакомиться с кем-либо. Бары больше подошли бы для этого. Вот несколько советов, о которых еще никто не писал в этой ветке. Все диджеи – профессионалы своего дела. Не стоит лезть к ним с требованиями поставить ту или иную песню. Диджеи – обычные люди. Не стоит фотографировать их за работой, это может их смутить. Кроме того, не стоит фотографировать себя или своих друзей посреди танцпола, вы отвлекаете танцующих. Если вам понравится, как танцует тот или иной человек, не стоит идти к нему или к ней, чтобы сказать об этом. Они растворены в музыке, и если вы скажете им, что они хорошо танцуют, вы можете вывести их из этого состояния. Хотите сделать им приятное? Просто растворитесь в музыке и продолжайте танцевать. Не будьте слишком серьезны. В каждом клубе можно встретить как минимум одного мудака, который слишком стар для всего этого или чувствует себя не в своей тарелке. Это же клуб. Пейте, танцуйте, забудьте о своих комплексах. Перестаньте осуждать других и расслабьтесь хотя бы на несколько часов. Очень серьезный совет от меня. Правда в том, что большинство людей идут в клуб ради развлечений, при этом не утруждая себя тем, чтобы самим себя развлекать. Они просто стоят и ждут того, что все произойдет само по себе. Это работает только в том случае, если вы красивая девушка. Вы озаряете своим присутствием любое место, и что бы вы ни делали, это всегда привлекает внимание. Но вы девушка с фигурой далекой от идеала, или самый заурядный парень. Вы не понимаете, почему люди так любят ходить в клубы. Никто на вас не смотрит, всем плевать на то, чем вы заняты. Музыка слишком громкая, напитки стоят чересчур дорого. Здесь слишком тесно, вам не удается поддержать разговор ни с кем. Музыка в лучшем случае посредственная. Готовые идиоты то и дело пытаются выяснять отношения. Вы именно так чувствуете себя в клубах? Если это так, я укажу на вашу главную ошибку. Вы ожидаете, что все произойдет само по себе. Но этого никогда не случится. Клуб – место концентрации колоссальной энергии, и вы можете воспользоваться ею. Когда вы знакомитесь с человеком или группой людей, вам следует показать себя более энергичным, чем они. Постарайтесь войти в клуб в приподнятом настроении, иначе вы не будете никому интересны. Вы скоро поймете, что лишь 10% посетителей клубов по-настоящему отрываются. А еще процентов 90 мечтают о том, чтобы стать такими же крутыми, чтобы также получать удовольствие от жизни. Ну так станьте же звездой вечеринки. Общайтесь, улыбайтесь, танцуйте. Перекиньтесь хоть парой фраз с каждым. Будьте позитивным, добрым, бодрым человеком, и не переставайте двигаться. Если вы заметите, что кто-то отмечает свой день рождения, присоединитесь к ним, поздравьте именинника, задвиньте тост за его здоровье. Громко скажите окружающим «Ваш, ваша именинник, именинница, хоть куда?» и т.п. Если увидите модно одетого парня или девушку, которая явно очень постаралась со своим нарядом, сделайте им искренний комплимент и идите дальше. Будьте веселее, друзья, будьте бодрее. Давайте, а не берите. Будьте источником веселья, энергии, позитива, положительных эмоций. Вовсе не нужно при этом притворяться. Даже если вы по своей природе не так активны, ничто не мешает вам просто улыбаться, ходить вокруг, искренне делать комплименты, поздравлять людей со всем, с чем их поздравляют другие и двигаться вперед. И вы станете звездой вечеринки, заведете 200 новых друзей, у вас останутся приятные воспоминания, у вас отбоя не будет от желающих поговорить с вами. Вот несколько основных правил, которых должен придерживаться каждый. Первое. Личная гигиена. Примите душ, почистите зубы, наденьте чистую одежду. Независимо от того, планируете вы всю ночь потеть или тихо сидеть в уголочке. Если вы хотите быть грязнули, сидите дома. Второе. Не стоит идти в клуб, если вы не можете оплатить вход и как минимум один напиток. Клубы – дорогостоящее удовольствие. Если у вас проблемы с деньгами, есть много других мест и способов развлечь себя. Не надейтесь, что ваши друзья или еще кто-нибудь будет весь вечер платить за вас. Третье. Развлекайтесь. Люди ходят в клубы, чтобы получить удовольствие. Наслаждайтесь музыкой, танцуйте, общайтесь с людьми. Если вам скучно, то вам стоит уйти. Вы не сможете заставить себя развлекаться. Четвертое. Не делайте романтическое знакомство главной целью похода в клуб. Иначе ничего у вас не выйдет. Вам понравился кто-то? Подойдите и пообщайтесь с ним или с ней. Если это произойдет, то произойдет. Если нет, то нет. Не стоит из-за этого расстраиваться. Лучше не ходить в клубы в клубные дни, такие как День Святого Валентина или Новый Год. Есть немало людей, которые практически никогда не ходят в клуб, но считают, что на такие праздники все обязаны туда идти. В результате столько людей ведут себя как сумасшедшие или фонтанируют везде, потому что глушат не так часто. В такие дни лучше посещать частные вечеринки. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые супер интересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео.